АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в программе. А у вас было свидетельство? Вы ребенка? Нет, у меня, к сожалению, документы. Да не сделала она даже за 10 дней, даже не удосужилась ими дать ребенку. Брошенный в коляске под окнами дома новорожденный малыш стал любимым и родным для совершенно чужой для него одинокой женщины. Родная мать объявилась спустя много месяцев. Зачем? Подробности в суде. Он копил, и курьером он подрабатывал, и там он подрабатывал. Вы знаете, я сама мать. И думаю, вот бы мне такого, да, сынулю. Забирайте. Школьник решил угостить свою девушку элитным шампанским. Для этого он украл у родителей все их сбережения. Чем закончилось свидание, узнаем в суде. Как же я эту сумму соберу в 29 тысяч? Для меня это целое состояние. Да что ты все беременностью своей прикрываешься? Разбил, пусть платят. Подросток зверски избил лучшего друга и сломал его дорогой дрон. Теперь родители требуют, чтобы мать заплатила за хулиганство сына. Но в чем была причина драки? Узнаем в суде. Истец требует установления материнства и передачи ей ребенка на воспитание. Представитель органов опеки и попечительства с иском согласен частично. А вот ответчики во мнениях разошлись. Слушаем вас. Здравствуйте, ваша честь. 8 месяцев назад я родила прекрасного мальчика. Вот как раз таки Алексея Владимировича. И у меня была очень сложная жизненная ситуация, в итоге которой мне пришлось отдать моего малыша отцу, его биологическому отцу Владимиру Сергеевичу Осипову. Но на данный момент мой сын проживает с бывшей женой Владимира Сергеевича, Натальей Юрьевной. И я прошу вас вернуть мне моего малыша. Я совершила огромную ошибку. Я хочу признать свое материнство, его отношения и воспитывать своего сына сама. Когда я вышла с роддома, у меня не было ничего. Мне негде было жить, у меня не было вообще ни средств, абсолютно ничего, ни родных, ни близких. Отец ребенка, вот как раз таки бывший муж Владимир Сергеевич, он был женат на тот момент на Наталье Юрьевне и не собирался уходить из семьи. И он не хотел знать этого ребенка, не хотел знать меня и, соответственно, помогать. И я тяжело приняла это решение, но я оставила его отцу Владимиру Сергеевичу. Я на тот момент жила в доме у Натальи Юрьевны и Владимира Сергеевича. И я не могла смотреть в глаза Натальи Юрьевне, что это ребенок от ее мужа. Я оставила на пороге с запиской. Но, правда, я знала, что они будут дома. Я знала, что Наталья Юрьевна... Понятно, подставили коляску под дверь. Да, мне пришлось так поступить. Я собрала вещи, уехала в другой город, чтобы как-то реализоваться, найти работу, найти жилье и забрать своего малыша. То есть вы из роддома прямо пришли к порогу? Нет, 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 нет. А как? Из роддома я вышла и вернулась к ним в дом, так как Наталья Юрьевна... Вернулась в дом с ребенком? Да, да. Я работала вот в доме Осиповых и... То есть вернулась в дом с ребенком? Вас впустили? Да. Да. Я жила у них еще полторы недели в отдельном домике. Да, Наталья Юрьевна меня пустила, она помогла мне. Там ребенка и ушли? Да. Когда я к ним пришла, отца ребенка не было на месте, он был в какой-то командировке, я не знаю. И когда он вернулся, он дал четко понять, что если я останусь, и если я, не дай бог, расскажу Наталье Юрьевне о нашей связи, то он просто житья мне не даст. Я не могла оставаться на свой страх и риск, но я оставила хотя бы ребенка, чтобы о нем позаботились. Ну хорошо, так. И ушли. Да, я ушла, я уехала в другой город, чтобы заработать, и я нашла работу хорошую. Я решила вернуться во что бы то ни стало, вернуть своего сына и воспитывать как смогу. И я вернулась в город, я приехала сразу к отцу ребенка, но на тот момент оказалось, что он уже развелся со своей женой, вот с Натальей Юрьевной. Странно, да? Но наш сын почему-то жил с ней. И она при этом знала меня, четко знала, что я родила его. Это мой ребенок, посмотри на документы. Да, она начала тыкать у меня бумажками о свидетельстве о рождении, бумажками об усыновлении. Я не поняла, как они смогли это все провернуть. Я не поняла. А у вас было свидетельство? Нет. У меня, к сожалению, из документов... Я не поняла, она даже за 10 дней, даже не удосужилась имя дать ребенку. Наталья Юрьевна, у меня была сложнейшая ситуация. Так, секундочку. Вы не первая, не последняя, кто родил ребенка без мужа, от чужого мужа. Как не зарегистрировали ребенка? Ваша честь, у меня есть только свидетельство из роддома. Справка. О родах, да, справка. Ну почему у нас эта справка? Вы где в ЗАГС не заехали? Это 15 минут. Я была в ужасном состоянии. У меня была послеродовая депрессия. Ой, ну ладно, ну в общем, давайте вашу справку. Я не могу это даже вот объяснить такое. Сказочница депрессия. Я ее в дом приехала, кормили, одевали, ребенку все купили. Ну вы же не понимаете все ситуации. Что ты придумываешь, ты здесь цирк устроила? Вы же не понимаете ситуацию. Ваша честь. Не понимаю. У меня не было как такого романа даже с ее мужем. Он меня изнасиловал. У меня даже мужчин до него не было. Он просто... Я была обычной работницей, он воспользовался мной. Я даже не могла никак противостоять. И так не могла, и эдак не могла, и зарегистрировать не могла. Я была ничего не могла. И смотреть в глаза не могла. Тем не менее ребенка оставила и уехала, и там не могла. Ваша честь, но я же ради ребенка старалась. И потом сюда приехала, и теперь пришла в суд. Инфантинка какая-то. А кто сказал, что это именно есть вот этот ребенок, которого вы родили? Может, вы его в помойку выбросили? Я готова сдать любые анализы, что подтвердить, что это свидетельство ДНК, что это мой сын. Это мой сын. Ваша честь. Это мой сын. Я умоляю, пожалуйста, дать мне шанс. И это в документах указано. Слушаем ответчику. Ваша честь. Я с иском категорически не согласна. Ну, часть истории вы уже услышали из уст этой горе-матери. Ну, теперь, пожалуй, я расскажу. Девочка пришла ко мне на работу. Я очень обеспеченный человек. И вроде как работала она неплохо. Дом отдельный есть. Дом для персонала, где они живут вместе с поваром. Ну, в разных крыльях. Нормально у нее. Они кушают на территорию. Все у нас за счет работодателей. Зарплата у нее тоже неплохая. И в какой-то момент, думаю, что-то не то с моей девочкой. Что-то опухло. На запахи реагирует. Какая-то отекшая. Ну, я же взрослый человек. Я ей на прямой вопрос говорю, ты не беременна или случайно? Она говорит, беременна. Отец кто? Не рассказывает. Ну, конечно, я не могла признаться в этом. Ну, у меня такая ситуация, что Бог мне детей не отдал, Ваша честь. И для меня ребенок, ну, когда вот такая ситуация складывается, я не могу позволить, чтобы у меня в моем доме ребенка был убит, кем бы он ни был, чей бы. Я сказала, что рожай, ты еще молодая. Помогу, чем смогу. Вместе как-то вырулим. Не говоришь ты, кто отец, и Бог с тобой. Ну, и стала она жить, продолжать. Перед родами я еще наняла дополнительную работницу, чтобы ее на три месяца немножечко как-то оградить, потому что живот большой был, и она такая кругленькая. И из роддома вернулась к нам. И самое интересное, что мальчишка-то было не видно, не слышно. Вот только выгляну в окошко, в колясочке она его катает, тишина полная. Спокойненький, хорошенький, такой пухляш. Пухляш, ну, обожала я его, и ее-то любила, честно могу сказать. В какой-то момент утром я просыпаюсь, крик стоит, детский на весь поселок. Я полежала, думаю, что ж такое происходит. Выскакиваю на крыльцо, коляска стоит. В ней маленький плачет, надрывается. Какой-то конверт сверху. Написала. Не могу сама воспитывать, нет средств, поэтому оставляю своего сына, его отцу Владимиру Сергеевичу. Простите за все. И тут я понимаю, что это сын-то моего мужа, и что она с ним у меня под носом, а я же наивная, я сама-то никогда не обманул. И не могла себе представить, что вот такое вот у меня они творили под носом. Ничего не было, ваша честь? Понятно, что ошалела. Я дождалась своего горемужа, начала допрашивать, признался. Факт тот, что быстро созрел план. Я поняла, что это мне просто бог дал. Стали сразу генетическую экспертизу его провели. Он отец действительно. Про ребенка через суд, по месту жительства определили отца. Значит, все это сделали. Потом мне провели усыновление. Я его жена, и этот ребенок стал моим именем. Я его мать. И он его отец. Дали имя, назвали Лешечкой. Он мой сын, мой. И теперь у меня есть сын Осипов Алексей Владимирович, 22-го года рождения. И когда вся эта эпопея завершилась, судебная, я этого товарища-то и выставила, мужа своего. Теперь у меня есть сын. Он законный. У меня все документы, в отличие от нее, я все сделала. Он у меня купатель в роскоши. Он в любви в моей. Я его обожаю. Это жизнь моя. Это мне просто Господь дал вот такое чудо. А сколько она отсутствовала? Восемь месяцев. Восемь месяцев. Восемь месяцев она где-то там думала и не могла, как вы слышали. Я не думала. Я ехала. А я в это время делала и кормила его, и ночь уставала. Да, он искусственник. Да, он смесями питается. Хотя мог бы и материнским молоком быть взросшен. А ей на это было привать. Она встала и пошла. Никогда меня было привать. Я считаю, что она так же, если ей вернут ребенка, не уйдет. Ваша честь. И не бросит его. Ну неужели мне не нужен этот ребенок? Деньги себе понадобились. Ты решила вернуть. Истец. Истец. Я все, что вы сказали, уже слышала. Повторять не надо. Вы крутитесь по кругу. Зачем мне это? Так, опека. Ваше мнение. Ваша честь. Орган опеки сыскалом согласно частично. Ну в той части, что биологической матери можно установить материнство, тут что нам возражать, сделает экспертизу и будет ясно. А вот это обстоятельство не может автоматически устранить то, что ребенок уже официально усыновлен. Есть все документы, есть мать, официальная мать, которой я сама курировала этот процесс усыновления, поэтому могу с уверенностью заявить, да, это любящая мать не только на бумаге, а по факту. Ребенок растет, вообще растет в любви. Все для этого есть, как уже Наталья Юрьевна говорила, да, она обеспеченная, мы обследовали все. Там такой гектар вообще построен детской площадкой, хотя ребенку 8 месяцев, а он уже там, ему будущее уже надолго рассчитано. Поэтому мы не видим никаких вот обстоятельств, ну и по закону не имеют права отобрять ребенка, да, у нее. А что касается биологической матери, помолчите, у нее же нет фактически жилья, да, она сейчас... Я сейчас живу уже в прекрасном доме, у нас, ваша честь, у меня договор составлен с моими работодателями. Это не дает вам права договора. Где договор? Нет, ничего, нет, это все слова. Где договор? Нет, к сожалению, сейчас. Вы в суд шли, что значит нет? Вот, такая же вообще безалаберность, как и раньше. Где она была 8 месяцев? Какой, где она сейчас? Ваше заключение, заключение и это самое, да. Где она была раньше и где она, куда денется с ребенком? Вы меня простите, уважаемый представитель, так у вас что-то тоже? Ну, здесь есть разные записки. Значит, как мы можем установить материнство? Две матери могут быть у человека? Нет, биологическое можно установить под ДНК. Как можно? Что значит биологическое? Не может у человека быть две матери. Как это вы себе представляете? Нет, но я себе прежде себя ругаю. Удаляется для вынесения решения. Подоконную. Далее в программе. Он копил, и курьером он подрабатывал, и там он подрабатывал. Вы знаете, я сама мать. И думаю, вот бы мне такого, да, сынулю. Забирайте. Школьник решил угостить свою девушку элитным шампанским. Для этого он украл у родителей все их сбережения. Чем закончилось свидание, узнаем в суде. Как же я эту сумму соберу в 29 тысяч? Для меня это целое состояние. Да что ты все беременностью-то своей прикрываешься? Разбил, пусть платят. Жестокая драка подростков закончилась печально. Один из мальчиков едва не стал инвалидом. Но зачинщик потасовки не считает себя виновным. Ведь он спасал свою беременную мать. Куда выгнать? Она хозяйка всего. В выиске Лагутина и Владислава Александровна об установлении материнства в отношении с 16-летнего Осипова Алексея Владимировича с 22-го года рождения, признание ее матерью ребенка и передачи ее ребенка на воспитание отказать. Прошу садиться. Как я уже сказала, невозможно иметь двух матерей. Поэтому без отмены усыновления никакое материнство установить нельзя. Так что все законно. Ребенок остается своей законной матерью. А я истцу я разъясняю, что тайна усыновления не подлежит разглашению. Иначе это чревато для нее тяжкими последствиями. Решение понятно? Дело законно. Прошу все встать. Решение суда. В иске отказать. Хоть и говорят, что мать не та, кто родила, а та, кто воспитала. Я считаю, что если родная мать хочет воспитывать своего ребенка, то государство должно ей как-то помогать. Чувства у нее, видите ли, хочет воспитывать. Нет, так не бывает. Если родители заняты только собой... Закончилась у них любовь. А вот обязательства, честь, совесть, эти понятия исчезли. Любовь закончилась, а тут началась. Дети взрослеют раньше времени. Я, конечно, виноват. Я не справился с управлением, каток и влетел во враг. Но выход есть всегда. Независимо от того, кто кого обманул из родителей, ребенок от этого страдать не должен. Смотрите «Дела судебные. Битва за будущее». Он подарил скутер. 14 лет сыну. Ты башкой своей думал, что даришь. Чтобы знать, что делать. Истец требует вернуть ей деньги за шампанское. Ответчик иск не признает. Заявляет, что уже заплатили крупный штраф. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску Щаповой Зинаиды Николаевны о возврате денег в размере 79 тысяч 850 рублей. Ответчик винный магазин. Представитель, доверенность передайте, пожалуйста. Так, а это у нас несовершеннолетний участник. Покупатель, видимо, да? Ну, Саша. Хорошо, слушай, мистца. Ваша честь, я подаю новинный магазин иск и прошу, чтобы они вернули мне мои деньги. Эти деньги – заначка. Мои с мужем. Мы их копили на ремонт. Но в один прекрасный день, когда мы уехали на дачу, вот этот вот мой сын, обалдуй, решил эту заначку стырить у нас. И благополучно пошел в этот магазин и купил шампанское. Вы представляете, шампанское за 80 тысяч рублей. Не очень представляю, но верю. И я даже не представляла. Я когда чек увидела на такую сумму, просто офигела. Мы уехали, как я уже говорила, на дачу в этот вечер, а он, девочка ему нравится, одноклассница. Он говорит, посидим. Ну, мы думали, с мужем посидят, поиграют в компьютерные игры, посмотрят фильм в конце концов. Чайку попьют. Чайку попьют. А вместо этого он стырил заначку нашу и купил шампанского, угощал. Я к ним пришла, говорю, кому вы продали? Ну, неужели не видно? Вот вы дадите ему 18 лет? Нет. А, не видно. Дали 18 лет и продали ему бутылку шампанского за 80 тысяч. Я считаю, что это незаконно было сделано. Незаконно. И прошу вернуть мне эти деньги. А у вас чек сохранился? Чек, к сожалению, я не принесла. Мы сразу с чеком пошли в магазин, с бутылкой и с чеком. Им вернули. И плюс я еще чек в Роспотребнадзор написала, и туда мы чек приложили. И они получили от Роспотребнадзора. То есть Роспотребнадзор их наказал. Но мне от этого наказания ни холодно, ни жарко. Мне-то никто не вернет эти деньги. Они были на ремонт, на ремонт отложены, чтобы потратить. А потрачены в итоге на бутылку. Так, что у вас свидетельство о рождении? У меня свидетельство о рождении, что моему ребенку 13 лет. Ему даже 14 лет нет, еще паспорта даже нет. Ну, если бы даже было, то дело бы не меняло. Так, ну рассказывай, как это произошло. В общем, я хочу начать с того, что мне очень стыдно. Я совершил реальную глупость. В общем, я узнал то, что в какой-то компании моя одноклассница любит дорогое шампанское. И решил его купить. Я нашел заначку своих родителей. Она знает в 13 лет, что она любит дорогое шампанское. А? Откуда она знает в 13 лет, что она любит дорогое шампанское? Где она его пила? Я не знаю, где она пила. Я просто узнал в какой-то компании, что она любит это дорогое шампанское. Сказать в компании можно что угодно. В общем, я узнал то, что у моих родителей есть заначка. Я узнал то, что... В общем, я добавил туда свои карманные деньги. Какие карманные деньги? 5 рублей ты туда добавил? Остальное наше. 5 рублей он добавил туда. Ну, может, сотня, которые давали тебе на завтраке в школу. Мам, ну я тебя уже сколько раз просил прощения. А что мне от твоего прости? Что мне от твоего прости? Вы с мальчиком, может быть, дома поговорите? Уже говорили. Уже говорили. Ну, и что дальше было? В общем, я пошел в винный магазин. Узнал то, что у них там есть это дорогое шампанское. Я уговорил продавцов продать мне это шампанское. То, что вот, у моей мамы скоро день рождения. Через три дня. Я хотел ей сделать подарок. Я копил, я подрабатывал. Ну, ему вот нужно было сделать. Ну, помолчите, дайте ребенку-то сказать. В общем, я их смотивировал. То, что вот у моей мамы дорог... В общем, у нее день рождения. И я их смотивировал то, что они получают с этого огромные деньги. С этих продаж. И они это поняли. И они мне это продали. Конечно. Купили, наверное, за пять тысяч, а продали за восемьдесят. Вот прибыль. У нас элитный винный магазин. Это вас-то это не касается, правда? В общем, они мне это продали. Я пошел в дом. Домой. Там уже сидела моя одноклассница. Она говорила, открывай. Я открыл. Вернее, я не знал, как это делается. Я загуглил там. Я открыл. Пробка вылетела. Там даже вмятина на потолку осталась. Еще ремонт теперь на кухне делать. Из-за вмятины. Втолить уже сделали? Теперь еще на кухне надо делать. Мама, прости ты меня уже наконец. Ну-ну, рассказывай. В общем, я открыл это шампанское, разлив по бокалам. Еле как. Она попробовала. Сказала то, что это полная кислятина. Она скорчила такое выражение лица. Что ты мне налил? Я не верю в то, что такое шампанское могло стоить столько денег. Конечно, оно пять стоило. Ну, так у тебя же чек был. Мог я ей показать. Она мне все равно не поверила. Она меня назвала дураком и кидалой. Она мне не верит в то, что за такие огромные деньги такое ужасное шампанское. Мы поругались. Она меня назвала дураком, кидалой. То, что я ей наврал. Оно не могло стоить столько денег. В общем, она ушла. Я решил попробовать. Неужели за такие огромные деньги, почти 80 тысяч, могло стоить такое шампанское? Она ушла. Я попробовал там один бокал. Не распробовал. Второй бокал. Не распробовал он. Не распробовал с одного бокала. Второй нужно было обязательно. Как вкусно было? Нет, не вкусно. В общем, после второго бокала я уже был под шофе. Я проснулся от того, что меня начала будить мама орать. Что с тобой? Ты пьян. Что с тобой? Ты отключился. От этих хоров и криков я протрезвел гораздо быстрее. В общем, я ей все рассказал. То, что вот. Что да как. Моя одноклассница. Я еще раз прошу прощения у всего суда. Мне очень стыдно. Я наврал. Я своровал деньги. Эти деньги были отложены на ремонт. Мне очень стыдно. Я еще раз прошу прощения у всего суда. Да, я поняла. Слушаю вас. Да. Здравствуйте. Я директор винного магазина. Я вижу. Этот иск мы не признаем категорически. Мы признаем свою вину в том, что мы, да, продали ребенку бутылку шампанского. У нас элитный магазин, у нас практически такие цены, это нормально. Но он устроил такое представление. Вы бы видели. Он пришел. Он говорил, что у него у мамы через два дня юбилей. Притащил ее паспорт. Мы посмотрели. Там действительно через два дня у нее юбилей. Что он копил. И курьером он подрабатывал. И там он подрабатывал. Вы знаете, я сама мать. И думаю, вот бы мне такого, да, сынулю. Забирайте. Я представляла утонченную женщину с моим штуком, с этим шампанским. Да, а на самом деле что? Вот, понимаете? Вы на себя посмотрите. Ну, пиво или вино. Вы молчите. Элитный, элитный. Правда, представитель элитного винного магазина. У нас мы на районе живем вообще в хрущевках. Какие там элитные вина? Ну, хорошо. Все может быть. Если бы он попросил пиво и вино, понимаете, никто бы никогда в жизни бы ему этого не продал. Ну, такими бутылками не напиваются. С пива-то какого-то? Там пять рублей. То есть явно, что это не напиться. Восемьдесят тысяч. Приходят, да, вот они просят или кого-то вот напиться, чтобы именно вот напиться, вот это попробовать. Но такими не напиваются напитками. Посмотрите! Действительно дегустировать. Это действительно, понимаете? И мы, конечно, мы заплатили огромный штраф по самой высокой категории. С этим сейчас очень строго. 300 тысяч мы заплатили штраф. А мне-то с чего с этого штрафа? Мы чуть ли не лишились лицензии. То есть абсолютно. То есть уволен сотрудник, который это продал. Вот. Но понимаете, как, значит, девушка выпила, а она ко мне прискакала, значит, с пустой бутылкой, с чеком, да. Но понимаете, даже если была бы полная бутылка, то есть по правилам торговли, если соответствует товар, ну, качеству надлежащему, то была бы запечатанная, мы бы подумали и вернули бы, не стали бы связаться. Ну, значит, девушка выпила, этот нажрался, эти, скорее всего, допили, и, значит, приходят. А мы плати замечательно устроились. То есть она воспитала там вора, да, вора и обманщика, а мы должны за это платить. Ну ладно, ладно, не преувеличивайте, ну он ребенок просто прямо сразу. Ну ребенок, ну извините меня, ребенок не ребенок. То есть мы не понимаем, почему мы должны теперь еще и ей платить. Потому что вы нарушили закон, вы продали ребенку несовершеннолетнюю. Мы за это уже ответили, за то, что мы нарушили закон. А мне-то какая разница, мне-то какая разница, ремонт мне кто сделает. И мне никакой разницы, что он у вас воровал. Воспитывайте детей. А надо было сразу соглашаться, отдали бы и ничего бы не платили бы. Ничего мы вам отдавать не собираемся. Они бы платили все равно, потому что Роспотребнадзор их все равно бы оштрафовал. Все равно бы оштрафовал. А я бы не подавала бы тогда. В Роспотребнадзор? Да. Ну что же, вы и тогда действительно... Нет, она сначала все это сделала, а потом уже ко мне пришла с этой бутылкой. А, то есть она в Роспотребнадзор? Куча проверок, да, и станции, и Роспотребнадзор, а потом она уже еще и ей дай. То есть поэтому мы считаем, что да, мы виноваты в том, что продали ребенку. Но то, что мы должны еще возместить ей теперь за эту бутылку, ну это извините меня. Они напились там все, а мы теперь возмещай. Да, документы, пожалуйста, в вашей передаче. А, да, пожалуйста, это еще постановление о штрафе. О штрафе. О том, что мы, да, были привлечены к ответственности. То есть вина их доказана? Доказана. Нет, я не... А никто ее не спорит, она не отрицает. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу все встать. Далее в программе. Как же я с эту сумму соберу в 29 тысяч? Для меня это целое состояние. Да что ты все беременностью своей прикрываешься. Разбил, пусть платит. Подросток зверски избил лучшего друга и сломал его дорогой дрон. Теперь родители требуют, чтобы мать заплатила за хулиганство сына. Но в чем была причина драки? Узнаем в суде. Не будем мы вам ничего возвращать. А давайте вы его наработку возьмете грузчиком. Давайте. И вместе его будешь отрабатывать. Давайте, давайте возьмем. Но я бы его не врала бы. Он у вас там еще перепьет. Не перепьет. Я думаю, что он уже научен горьким опытом. И больше он так поступать не будет. Иск о взыскании денежных средств оставить без удовлетворения. Прошу садиться. На работу. За продажу алкоголя несовершеннолетним частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации устанавливается административный штраф. Так, в случае установления факта продажи алкоголя несовершеннолетним продавцу, отпустившему спиртное, будет назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, может быть назначено наказание в виде административного штрафа генеральному директору от 100 до 200 тысяч рублей, а также магазину, как юридическому лицу, от 300 до 500 тысяч рублей. Возврат денежных средств за спиртное, который приобрел несовершеннолетний закон, не предусмотрено. Ну что, осталась я и без денег, и, походу, без сына. Мам, я справлюсь, я получу эти деньги любым образом. Как минимум через полгода. Каким любым образом? Любым. Я тебе клянусь. Я посмотрю. Если бы эта скандальная мамаша по-человечески изначально ко мне бы пришла и попросила бы вернуть деньги, не жалуюсь никуда. Конечно, я бы пошла ей на встречу. А так вот прям дело принципа. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. С беременными не разводят. Я на третьем месяце беременностью. Опять? Если благополучие ваших детей под угрозой... Макароны в горячую кидают или в холодную? Горячую. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Да я не могу с тобой больше жить. Не надо, катись. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Есть закон. Помимо ваших желаний, есть закон. Это бесплатно. ИСЦ требуют заплатить за лечение своего сына и разбитый дрон. Ответчик готова компенсировать только расходы на врачей и лекарства. Слушаем вас, ИСЦ. Ваша честь, я представляю интересы также своего мужа в суде. Мы требуем, чтобы ответчик полностью возместил нам материальный ущерб в размере 29 тысяч рублей за разбитый дрон. Который мы приобретали, дай сказать, который мы приобретали нашему сыну на праздник. Также мы хотим, чтобы ответчик полностью возместил нам материальный ущерб, который был оплачен в связи с тем, что моему сыну был причинен вред здоровью. В размере 16 тысяч 600 рублей. А дело было так. Мы с моим мужем уехали к моей сестре. Матвей остался дома. И где-то через 5 часов мы возвращаемся, и я вижу такую картину. Мой сын сидит на полу с разбитым глазом, с опухшей рукой, и вокруг него просто огромное количество осколков этого самого дрона. Я чуть рядом не рухнула. Дай рассказать. Я чуть рядом не рухнула. Я подлетаю и спрашиваю, Матвей, что случилось? На что он мне говорит, что приходил Виктор Белов, его одноклассник. И они подрались. Тот набил ему по первое число. И в итоге у моего сына перелом руки. Я отвела его в медпункт, где и был установлен перелом. Слава богу, рентген и гипс нам бесплатно все сделали. Но на лечение нам пришлось потратиться. Анестезия 5 тысяч рублей. Также пришлось покупать БАДы для восстановления костей. Это вот такая вот банка 6200. И нам порекомендовали курс УВЧ. Это 514 рублей, 10 сеансов. Ваша честь, я прошу, чтобы... А почему платно это УВЧ? Поскольку по полису не было возможности сразу пойти бесплатно, мы обратились в платную клинику. Она рядом с нашим домом. Вы просто хотели, чтобы ребенку было близко. Да. Ну, поскольку состояние Матвея не очень хорошее сейчас физическое. Поэтому, Ваша честь, мы обратились в полицию с мужем. Было возбуждено уголовное дело... Мы ему решили жизнь сломать. Нужно было воспитанием ребенка заниматься. Было возбуждено уголовное дело на Виктора Белова. Но поскольку он несовершеннолетний, оно было закрыто. Было закрыто в связи с недостижением возраста уголовная ответственность. Совершенно верно. Совершенно верно. Я приходила к Оксане, к ответчице, пыталась решить вопрос мирным путем. Но почему-то думают, что у нас достаточно средств в семье, и мы не будем обращаться в суд, мы не будем пытаться, чтобы нам возместили этот ущерб. Но мы с мужем все равно обратились в суд и требуем, чтобы ответчик возместил нам ущерб в полном объеме. Я вас поняла. Слушаем вас, ответчик. Ваша честь, я с иском согласна частично. Что касается здоровья Матвея, мы готовы заплатить. Но вот что касается разбитого дрона, мне Виктор сказал, что Матвей сам разбил этот дрон. Поэтому я платить ничего не буду. Ну, конечно. Будете, мы положим, делать то, что суд решит, но рассказывается. Да, мой сын и так достаточно наказан. Его поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Вот справка. Передайте через пристав. Ваша честь, а я своему сыну верю. Если он сказал, что Матвей разбил этот дрон, значит, так оно и было. А я своему сыну верю. Что касается суммы в 16 600, я заплачу. Но для меня эти деньги отдавать, все равно, что у сына отнимать. Лишний раз яблоки ему не смогу купить. Кроссовки у него старые. Но это же не наши проблемы. Помолчи, не с тобой говорю. Кроссовки у него старые. Но он вот на новые копил, а теперь все этим куркулям придется отдавать. И помогать-то, Ваша честь, мне некому. Отец Витюши умер пять лет назад. Пенсия по потере кормильца 5 180 рублей. Нет, ну у Вити, конечно, есть отчим. Но он мне с мальчиком не помогает, ни копейки денег не дает, ведь он ему не родной. Ваша честь, я вообще не понимаю, что произошло между мальчиками. Ведь они дружили, гости друг к другу ходили. Что произошло? Ну, я всегда была против этой дружбы. Ведь это и дело. Приходил, говорил, мам, Матвею новую модную куртку купили с фонариком в рукаве. Мам, Матвею новую приставку купили. Мам, Матвею новый телефон купили. А у меня, Ваша честь, в этот момент сердце кровью обливается. Ведь я-то такое своему сыну купить не могу. Он у меня в одной куртке с осени по весну ходит. А еще, если из обуви вырастает, для меня это и вовсе катастрофа. Ваша честь, я вас прошу, разберитесь, пожалуйста, с ситуацией. Так, я не очень понимаю, вы сейчас о чем говорите? Об этом дроне. А 16 600 вы согласны выплатить? Да. А за дрон я платить не хочу. Потому что мой сын говорит, что Матвей сам его разбил. Я на пятом месяце беременности скоро буду жить на одни пособия. Как же я с эту сумму соберу в 29 тысяч? Для меня это целое состояние. Да что ты все беременностью-то своей прикрываешься? Разбил, пусть платит. Ваша честь, я вас прошу, вызовите моего сына. Хорошо, давайте. И он нам расскажет, как все-таки была несчастная игрушка, это сломано. Давайте, молодец, коммулятор не водите. Ваша честь. Здравствуй, представься. Здравствуйте, меня зовут Виктор Белов. И я расскажу вам, как все было, почему произошла драка и почему сломался дрон. Дело в том, что мне жалко свою маму, я до последнего это скрывал, потому что она ждет ребенка. Дело в том, что Матвей очень любил свой дрон, любил очень играть с ним и пускал со своего участка его по всему округу. Он был на радиоуправлении и с видеокамерой. И поэтому Матвей любил прикалываться и снимать видео на эту камеру. Вот. И как-то раз, значит, он мне звонит и говорит, иди ко мне домой, значит, и дело есть. Ну, я пришел, он мне говорит, значит, я заснял на дрон, как моя мама дура ходит к твоему отчиму домой. Что? Я говорю, не верю. Но он мне, значит, показал видео. Да он все врет. Но он мне, значит, показал видео, и я вообще... Жанна. Вот. Да это бред. Нет. И он мне, значит, говорит, что, типа, ты мне, да, и 30 тысяч, или я скажу твоей маме, что твой отчим изменяет ей. Я думаю, что ей будет очень плохо, если она узнает об этом. 30 тысяч себя попросил за это? 30 тысяч, да, с меня попросил. Да он все придумывает. Вот. Я ему говорю, типа, откуда мне взять такие деньги? У тебя и так все есть. Ну, вот я, значит, ему стал просить, уговаривать, чтобы он этого не делал. Вот. Ну, и он мне говорит, типа, порой себя в заначке у своего отчима, там, поищи. Потому что он делает подарки моей маме. Какие еще подарки? Там, клоны всякие дорогие, духи дорогие. Какие подарки вообще? Вот. И я думаю, у него деньги есть. Ну, ваше честь, я не выдержал. Дал ему пинка. Думал, какие подлые люди есть вокруг. Вот. Он, значит, упал на руку. Когда он упал, он рукой смахнул свой дрон со стола, и он упал. Да еще Матвей на дрон упал. Значит, ну, дрон разбился. Я утверждаю, что дрон сломал не я, а Матвей. Вот. И ведь потом ему еще новый дрон купили. Хотя добился, блин, своего, гад. Вот. Угу. Выдрал. Вы просто платить не хотите. Как ты посмела к моему мужу ходить? Ты что, свечку держала? Я все твоему мужу расскажу. Да рассказывай, он тебе все равно не поверит. О чем ты говоришь? Да еще как поверит. Еще как поверит. Чему он поверит? Кому? Вашим рассказам. Мой сын моему поверит. Просто платить не хотите. Вот мы все придумали здесь историю свою. Ерунду какую-то не сделаете. Это все клевета. Какая клевета? Такая клевета. Как ты посмела? Ты что, свечку держала? Значит так, эти вы личные отношения будете вот где-нибудь между своими участками на улице или какой-нибудь городской площади вашего поселка обсуждать. А здесь не надо. Так, я хотела уточнить у юстиции. Значит, вы... Сколько денег вы потратили на эту физиотерапию? 5414 рублей, ваша честь. 5414 рублей вы потратили платно, потому что ребенку так было легче, да? Ну и нужно скорее восстанавливать здоровье сына. Чтобы ребенок не ездил в поликлинику. Да, совершенно верно. Все понятно. Суд удаляется для вынесения решения. Пошел встать. Да я тебе все волосы выдеру. Я тебе выдеру сейчас. И мужа твоего сама уведу. Как ты посмела? Уже придумали здесь историю красивую сказку. Как ты посмела ко мне в семью заходить вообще? Какую твою семью? У тебя ее нету. А у тебя что есть, если ты ходишь налево? Кому ты нашла себе? Посмотри, он тебе даже денег не дает. У тебя что, семья приличная, если ты налево ходишь? О чем ты думаешь вообще? Замолчали женщины. Иск фамины их Жанны Андреевны и Вадима Сергеевича о возмещении вреда здоровью своему несовершеннолетнему сыну в размере 16600 рублей, а также иск о возмещении материального ущерба в размере 29 тысяч рублей. Удовлетворить частично. Взыскать с ответчика 11 190 рублей. Возмещение вреда здоровью в остальной части иска отказать. Прошу садиться. Несовершеннолетний ответчик причинил вред здоровью сына истцов. И это подтверждается медицинскими документами и не оспаривается самим ответчиком. В соответствии с статьей 1085-й при причинении гражданина увечья или ином повреждению его здоровья возмещению подлежит. И там целый перечень в законе. Утраченный заработок, дополнительно поднесенные расходы, расход на лечение, дополнительное питание, лекарства, протезирование, реабилитацию и так далее. Все это перечислено в законе. Но это все в том случае, если потерпевшие нуждаются в этих видах помощи и ухода и не имеют права на их бесплатное получение. Вот это ключевая фраза, что не имеет права на их бесплатное получение. Исходя из указанной нормы, суд уменьшает размер компенсации вреда на 5 514 рублей за оплатные сеансы физиотерапии, так как аргумент, что так мальчику ближе, не может расцениваться как невозможность получения этой медицинской услуги бесплатно. Что касается материального ущерба. В соответствии с 56-й статьей Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований или возражений. Один мальчик говорит так, вам вы ему верите. Другой мальчик говорит так, мать ему верит. И суд, в общем, склонен ему поверить. Установить реальные обстоятельства суд не имеет при таких фактах возможности. И поэтому в этой части иск отказывает. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Это, конечно, очень мало. Мы рассчитывали с мужем совсем на другие деньги. Но я для себя вывод сделала. Больше мой сын с этим отморозком общаться не будет. Это какое-то хамство. Мало того, что мне рога наставляют, так еще и деньги придется им платить. Когда отец отказывается от ребенка. Ну вы-то отец родной. Неужели не хотите хоть чем-то просто помочь дочке? Если дочь беременна в 15. Она как только родила, она говорит, давай его спрячем под диван, чтобы папа не видел. И понятно, что ребенок в беде. От того, что вам изменял муж, вы хотели убить своего ребенка. Судья Алиса Турова решит все проблемы. И общаться с матерью он будет. Но вы можете его составить? Я могу. А я нет. А я могу. По закону любви и справедливости. Хотим остаться жить с папой. И просим вас оставить нас у него. Дела судебные. Битва за будущее. На нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин